Итак, давайте сегодня начнем разговаривать, собственно, о программировании на языке Python. Есть преимущества у этого языка, почему я излагаю информатику на нем и считаю, что это правильно в УЗИ первым языком для неправильных факультетов изучать именно язык Python. Первая простая причина, он легкий. Он легкий для изучения, потому что на язык C++ для его изучения профессионального на соответствующем уровне требуется, я бы сказал, ну минимум год, чем на сам язык. А Python мы будем с вами изучать по ходу дела. Правда, я вам не обещаю, даже обещаю не, что вы будете профессионалами в Python. То есть вы не будете профессионалами в Python. Вы будете владеть им для выполнения, скажем так, нужд ученого, то есть как научный калькулятор. Умете запрограммировать какие-то программки, но, конечно, высший пилотаж, всякие Python-овские штучки вы делать не будете. И в этом нет задачи курса. Несколько лет назад на ПТК группа энтузиастов делала курс MIP Python. Это был факультативный курс по выбору, на котором был именно Python. И все питоновские штучки, всякое веб-программирование на Python, всякие там фреймворки и так далее, все это дело там обсуждалось активно. Еще раз говорю, целью этого курса не является изучение питона как языка, потому что программирование состоит не в изучении синтеза языка. Некоторые люди думают, вот я прочитаю книжечку, программирование на Python 3, Mark Summerfield, такие книжки, в небольшом количестве есть в библиотеке. Вот, в сети можно найти, если надо. Но еще раз говорю, дело не в изучении языка программирования. Надо уметь, собственно, создавать алгоритмы. Кроме самого программирования, в смысле синтеза, есть довольно много вещей. Это проектирование программы, это тестирование последующей программы. Много-много вещей, которые крайне необходимы, создают общие навыки программистов. А синтез? Синтез можно выучить. Когда программист переходит с языка на язык, ему требуется, ну, нет, ему требуется, конечно, время. Это не так, что сел, полистал, поехал. Но достаточно быстрый вход. Понимаете? Поэтому я еще использую питон для чего-то, на нем очень коротко писать на доске. В частности, коротко и внятно, он читабельный. Все конструкции интуитивно понятны и, собственно, но есть особенности. Есть особенности. Во-первых, питон, будучи интерпретируемым языком, все последствия от этого получает. Что это значит? Что он независим в высокой степени, независим от операционной системы. Помните, в самом конце я вам рисовал. Что у нас приложения, они работают с железом не напрямую, а сквозь API операционной системы. Да? Так вот. Естественно, у разных операционных систем, разный, собственно, интерфейс взаимодействия, приложение по-разному обращается к операционной системе. Если хочет создать кнопку, обратиться к сети, там что-то еще сделать, на перитер напечатать, файл создать. Разный интерфейс. Но мы можем добиться абстрагирования от него за счет дополнительной прослойки. Вместо того, что тут у нас приложение, точнее, в роли, по сути, приложения, у нас работает интерпретатор. Интерпретатор, который интерпретирует на лету. То есть он читает, что написано на питоне, знает, как это тут выполнять на данном компьютере и выполняет соответствующие действия. Сразу трансляция, то есть перевод с высокоуровневого языка на реальные инструкции машинных каналов происходит на лету. А здесь уже у нас, собственно, программа на Python. My.py. За счет этого исполнение происходит медленнее. Ну, я бы сравнил немножко с некоторой эмуляцией. Представьте себе, что у вас вместо реального устройства, оно эмулируется. И хотя, естественно, что питон машину, скажем так, виртуальную эмулировать относительно легче, чем какой-нибудь крейсер, самолет. Вот, тем не менее, вот в каком-то смысле эмуляция такая происходит. Да вот. Но, с другой стороны, мы, во-первых, получаем абстракцию от операционной системы. И под любые операционные системы, под которые есть интерпретатор питона, у нас все будет работать одинаково. Одинаково. Те, кто когда-нибудь писал про сплатформенные программы, есть такие? Нет. Я писал про сплатформенные программы. И это большая беда. Написать так, чтобы она умела и с одной операционной системой дружить, и с другой, или хотя бы перекомпилировать вот так, перекомпилировать вот так. Тут такие флаги, тут такие. Это возня. Это очень трудно, и жить с этим нельзя. А так, очень легко. Еще раз говорю, вас мне не интересует, какая у вас операционная система. Это я сам предпочитаю Linux. Тем не менее, там вот у меня на рабочем компьютере так сложилось Windows 8. И тем не менее, все под питон, все библиотеки, все необходимые вещи работают. То есть, лабораторная работа, которая у нас в классах на Linux поднята, я могу полностью выполнять вот здесь, при желании. Понятно? И подготавливаю. И у вас то же самое. И на Mac то же самое, нет проблем, интерпредатор ставите, библиотеки питоновские подтягиваете, и пожалуйста, у вас все работает. Вот это большое преимущество. Минус скорость. Питоновские программы раз в 6-8 медленнее сишных, если исходить из статистики сдачи олимпиадных задач в ЦНМ. А как сишные работают? Они напрямую? Сишные программы, они компилируются, то есть, предварительно переводятся в экзешник, и они напрямую работают с операционной системой. Ну, это вот, это, собственно, на классе. Ну, собственно, операционная система, они обычно тоже пишутся на языке архитектурно-ориентированном, это C, C++. Вот, они компилируются, то есть, они на машинах кодах, которые непосредственно уже на процессоре выполняются. Вот. Так, ну что же. Значит, фишка питона. Я перерисую одну картинку, чтобы... Моя реализация. Человечек один видит другого человечка, который летает в небе. И спрашивает его, собственно, что случилось? Он говорит, питон. Говорит, что это значит? Говорит, я выучил ему прошлой ночью. В смысле, за одну ночь, да? Вот. А как же ты летаешь, спрашивает он. Ну, я просто сделал импорт антигрэвити. Про питон говорят еще так. Better is included. Да? То есть, батарейки включены. Или поставляются вместе с батарейками. Понимаете, в чем дело? То есть, вот представьте себе, что у вас в поставке, не знаю, игрушки. Вот эта игрушка, но она без батарейки. Батарейки нужно докупить и вставить. Да, вот это обычно, там уже C++, вам нужна какая-то внешняя библиотека, что-то надо прикрутить, чтобы она заработала и поехала. А здесь батарейки включены. То есть, раз и сразу все работает. Вот. Для доказательства того, что это работает, вот другой преподаватель мне показал, он говорит, ну смотри, в одну строчку запускает мне HTTP сервер с питоном. HTTP сервер. Ну, это, собственно, сервис, который постит странички, вот, 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 раз в одну строчку. Вот. Я надеюсь, что такое впечатление от питона мне удастся у вас создать. Вот. Хотя, посмотрим. Так, теперь поехали. Собственно, к языку я все эти предварительные вещи подогнал. А, да, у питона есть две версии, Python 2 и Python 3. Если в некоторых языках программирования при улучшении языка, а они необходимы, язык должен жить, когда язык мертвый, то из него утекают программисты, исчезают просто. Зачем разговаривать на мертвых языках? На латыни кто-нибудь разговаривает? Все, язык умер. Сообщество разбежалось. Язык должен развиваться. Так вот, обычно делают обратную совместимость, чтобы старые программы работали на новых версиях языка. С питоном решили сделать как? Ветка вторая, 2.7, 2.8, она обратно совместима. А третья версия, она несовместима со второй. Есть некоторые фишки, я не буду прямо сейчас показывать, все равно не поймете, которые не позволяют напрямую выполнять код питона третьего на втором питоне и наоборот второго на третьем. И это сделано ради наведения порядка. Для того, чтобы навести порядок, пришлось сделать какие-то там перестановки существенные. Из-за этого есть несовместимость. Поэтому вы учитесь программировать на питоне третьей версии. Понятно? Более свежей. Поехали. Присваивание в Python. Когда я говорю Python, я подразумеваю Python 3. Итак, в питоне нет типичного присваивания. Вы наверняка на чем-то когда-то программировали. И вам говорили. Есть переменная определенного типа, но давайте я назову int. Вот вы можете создать переменную типа int. Что такое переменная? Это ячейка в памяти. Правильно? И еще могли вам говорить, как-то ведь не забудьте инициализировать переменную, а то там будет мусор какой-то в этих байтах. Да? Вот как-то так. То есть переменная это ячейка памяти. Да? Вот так говорили. Так вот это не про питон. Это не про питон. В питоне есть, собственно, пространство имен. Пространство имен. И я назову его пространство объектов. Пространство объектов. Если у вас возникает, вот вы, например, в интерпретаторе питона взяли и написали 2 плюс 5. Что у вас произойдет? И вы нажали enter. Перевод коррекции. Что произойдет? Он у вас, естественно, пишет 7. Что произошло? Переменные есть? Переменда в принципе в питоне нет. Но никаких имен, пространство имен не возникло вообще. А объекты есть. Есть объект 2. Этот объект типа int. Есть объект 5. Этот объект типа int. Эти 2 объекта провзаимодействовали при помощи операции плюс. То есть в процессе вычисления выражения было создано 2 объекта просто как факт начала. Потом в результате применения операции плюс к этим 2 объектам возник новый объект 7. Естественно, что каждый из этих объектов потребляет оперативную память. Логично? Вопрос вот в чем. Закончились вычисления. Началась следующая строчка. И что? Что теперь с этим объектом? Они будут висеть и память нам съедать? Приходит сборщик мусора. Смотрит. На эти объекты никто не ссылается. Вот их просто надо съесть. Их просто все. И снова память чистая. Сборщик мусора уничтожает объекты, на которые никто не ссылается. Если я хочу, чтобы объект у меня задержался в памяти, я должен что сделать? Я должен сказать х равно 2 плюс 5. Таким образом, вот эта вот штука, которая обычно называется, да и по традиции в питоне, называется оператор присваивания, на самом деле скорее является оператором связывания. Потому что в результате происходит то же самое. Объект 2, объект 5. Они в результате операции плюс порождают объект 7 типа ин. Но буковка х начинает ссылаться, имя х начинает ссылаться на эту 7 типизированную. После чего сборщик мусора смотрит, так, на этот объект ссылка есть, на эти объекты ссылки нет. До свидания, двойка придет. А семерка, ты с нами. Самое интересное происходит дальше. Когда я скажу у равно х. В классических языках программирования, компилируемых, си, плюс-плюс, фаскаль, там что произойдет? У вас есть две ячейки. Ячейка х, ячейка у. Вот он х, в котором лежит семерка. Допустим, у вас есть у пинтовый. Там лежит не пойми что. Ну, давайте, допустим, 0. То у равно х, это что? Это копирование семерки. То есть бит, который соответствует байтам, которые там лежат. Копирование их сюда по байтам. Раз, и скопировали. У нас есть копия. Да? Логично, да? Это не пропитон. Это не пропитон. И еще раз смотрим, что тут написано. Это оператор связывания. Чего с чем? А когда у нас переменная, я буду называть переменной, когда у нас имя используется справа, в выражении, то это значит, что мы доступаемся к объекту по ссылке. То есть имя является ссылкой, да? И я обращаюсь не к самому имени, а к объекту по этой ссылке. Понятно? То есть я обращаюсь вот здесь вот к семерке, где-то лежащей, и связываю ее с именем у. Объект один, а ссылки две. Представляете, что будет, если у меня семерка увеличится? Ну, у меня очевидно увеличится и х, и у. Правда? Ну, логично, правда? Смотрите. Вот я делаю операцию х плюс равно 1. Ну, кстати, эта операция, она есть и в си плюс плюс, и в некоторых версиях Паскаля, в частности, Паскаля BC.net, которая в школах, плюс равно, это то же самое, то же самое, что х равно х плюс 1. И такая форма используется не только с плюсом, а еще и с минусом, с умножением, с делением, и даже с вот этим вот делением разделить равно тоже можно использовать, двойное деление, которое целочисленное. Так тоже можно. Мне очень нравится такое. Коротко записано и понятно, что х увеличивается на 1. Внимание! Что же произойдет с у? Давайте сделаем принт-ы. Принт-ы. Удивитель. Да, а, давайте так. х, у. Так, чтобы и тот, и тот увидеть. х, у. И тот по умолчанию распечатанный через пробел 2 числа. Что я увижу? Я увижу здесь 7, а, прошу прощения, 8 запятая 7. А, точнее, не 8 запятая, а 8 пробел 7. Так. Ну, Вик Тимофей Федорович только что сказал, что ссылки 2, а объект 1. Я увеличил 7. Да? А? Новый объект. Внимание! х плюс равно 1, а х равно х плюс 1. Оно не то, чтобы новый объект, а новый объект был создан. У меня здесь был создан объект, для начала, кстати, был создан временный объект 1, на который ссылки, в принципе, имени у него нет, но она не нужна. Объект 1 типа int. Эти два объекта провзаимодействовали при помощи операции плюс. Породился новый объект. 8 int. Да? И ссылка на него, что вот здесь оператор присваивания по-питоновски, то бишь связывания с именем, у нас х стал ссылаться на восьмой пункт. Временный объект уничтожился, и у нас получилось, что х равен 8, если бы я мог изменить саму семерку, то дело бы, конечно, было шва. Ну, как-то так, представьте себе, 7 равно, там, не знаю, плюс равно 1. Ну, как-то, ну, имею в виду, вот саму семерку, или, давайте, 7 точка, там, change value, там, или, не знаю, grade, там, как-то еще, там, вырасти семерку, давай, сам объект изменись. Но ведь понятное дело, что само число, оно неизменяемое. В питоне существуют неизменяемые типы объектов. Целые числа, слава богу, к ним относятся. Поэтому, благодаря неизменяемости, у вас возникает типовое, типичное поведение, как будто бы вот здесь скопировалось значение. Понятно? Как будто скопировалось значение. Самое копирование объекта не произошло. Объект по-прежнему один. Но когда будет один из этих объектов меняться, то реально не объект будет меняться, только ссылка на него. Ясно? Вот. В принципе, можно было бы вас обманывать и еще пару лекций. А потом пришлось бы рассказать правду, когда бы мы начали со списками работать. Потому что списки будут изменяемые. Итак, давайте то, что называется обмен двух переменных значений реализуем на литоне. Допустим, у меня обмен двух переменных значений. Все знают, да? Ну давайте напишем эту пластику. Х равно 2, у равно 5. Требуется поменять значение местами, чтобы х равнялся 5, у 2. Что можно сделать? Вариант школьный классический. ТМП равно х. Х равно у. У равно ТМП. Ну дальше печатать я уже не буду печатать. В 3 операции. Давайте я поясню на всякий случай. У вас 2 стакана молоко-вода. Вам надо поменять местами. Что вы делаете? Вы берете пустой стакан, переливаете туда воду, переливаете молоко в стакан, в котором была вода, переливаете воду из того стакана, где сейчас теперь вода временного, там, где было молоко. Все. Временный можно выбирать. Но он не уберется. На самом деле, это ТМП, раз оно здесь появилось, оно будет жить и дальше. Но это имя уже ссылается, да? Все, оно перезадерживает этот объект в пустую. Ну, ничего страшного, что этот объект тот же самый, только имя лишнее показали. Есть вариант номер 2. С теми же стаканами понятно, что есть вариант номер 2. Какой? Это через 2 перемены, через 2 стакана, да? А именно, делаем ТМП 1. Ну, или давайте А. А равно Х, Б равно У. Затем, что мы делаем? Говорим, Х равно Б, У равно А. Зачем нам вроде бы пачкать два лишних стакана? Но, тем не менее, взяли 2 стакана, вылили, взяли 2 стакана и вылили накрест. Так? То есть, вот такой перепутан. А теперь смотрите. Есть в Питоне фишки с оператором присваивания. Первая фишка оператора присваивания, которую я вам покажу, это вот такая. Х, У равно 2, П. Надо еще раз напомнить, если вы понимаете, что только, ну ладно, не только в России, но в зарубежных странах, англоязычных, децимал-поинт, а не децимал-кома. То есть, десятичная точка, а запятая используется как именно пунктуационный разделитель, поэтому это не 2,5. Это в русской, в советской традиции, да, в постсоветском пространстве это 2,5. На самом деле, это 2,5. А там, у нас, в языках программирования, там используется точка для децимал-поинт. Так вот, это 2 кортежа. Кортеж переменных и кортеж значений. Я 2 значения за 1 оператор присваивания закладываю в 2 переменные. Ну, то есть, я создаю, по сути, 2 имени за 1 операцию присваивания. Ну, понятно, что можно и 3, а можно и 4. Ясно? Типы этих переменных будут соответствовать типам объектов. Кстати, я не проговорил, что у имени нет типа. Ну, мы сейчас еще увидим. У имени нет типа. Тип есть у объекта. Это последствия за собой несет. Итак, давайте с вами сделаем вот это действие, вот это действие через кортежи. х, у равно 2,5. А, В равно х, у. А теперь х, у равно В, а. х, у х, у х, у х, у х, у х, у а сам обмен уже в две строки. То есть, если мы экономим количество строк, то это экономит. Правда? А теперь еще. Смотрите. А зачем мне эти два имени пачкать? Зачем создавать эти два имени лишних? Ведь я могу сделать так. х, у равно у, х. Знаете, что это напоминает? Тут со стаканами сложно себе это представить. А вот два блина на двух сковородках можно так вот подкинул, хоп, и поймал. Вот. То есть, создается временный кортеж, который ссылается на эти же самые два объекта, но в обратном порядке. И этот кортеж присваивается кортежу переменных наоборот. Реально это обмен переменных, это питоновский типичный питоновский обмен переменных значениями. Одна из первых вот таких фишек, которые всем нравятся, потому что понятно. вот на это смотришь и нужно еще догадываться, что это обмен переменных значениями. Правда? Что темпы х, х, у, у, а может это как я переставлю две строчки местами? Завтра быстро все закрыли глаза. А, ну ладно, закрыли глаза. Я сейчас просто напишу другой и спрошу, а правильно написано или неправильно написано? Темпы равен у, х, равен у, у равно темпы. А? Правильно ли обмен переменных или нет? Почему? А? У нас х перетерт, да? Любая перестановка двух строчек местами, любой обмен, вот здесь вот он приводит к нервоспособности, а визуально, согласитесь, что визуально это то же самое. Ну вот так вот бегалым взглядом, раз, два, так, все вроде так, да? А, я на самом деле вот здесь там можно было х написать равную темпу, но все равно заметно. Я могу сделать такую перестановочку там, чтобы, в любом случае, вот это вот дело, оно само за себя говорит, визуально видно, но это обмен через две переменные, но зато мы с вами еще одну вещь узнали, это обмен через карты, вообще карты, это классная штука оказывается. Ну давайте с вами еще одну фишку, которая спродни вот этому. Представьте себе, что у меня есть три переменные А, В и С. И мне нужно сделать сложную перестановку, в которой я в А кладу какое-то новое значение, а то, что было в А, должно пойти в В, то, что было в В, должно пойти в С. Как я это сделаю? А, В, С равно какой-то новое значение, я не знаю, как у Х подчеркивание new. Я пишу Х подчеркивание new, А, В. Вот как-то так. Надо сказать, что картеж можно в принципе иметь как отдельную одну переменную. Давайте А, а тут напишу 1, 2, 3. В этом случае у меня А будет специфического типа картеж. Я могу Х, Y, Z, равно А. Я могу в одном имени хранить целый картеж. При желании. В одном имени. Удобно? Бывает удобно. Так. Что еще я вам хочу рассказать? Есть такая функция, которая называется Type. Type X, которая позволяет нам узнать, какого типа собственно это непеременная объект. Потому что имя не имеет типа. Что же мы узнаем с вами? Если у меня число, то оно, ну я пишу равно-равно в этом смысле, да, если вы напишите это в интерпретатах, то вы увидите либо true, либо false. Но я вам гарантирую, что то, что написал этот true, равно-равно это операция сравнения на равенство. Что они равны, проверка того, что они равны друг другу. Почему пишется равно-равно, чтобы отличать от присваивания. Поэтому вместо одного двойное равенство. Это традиционно в C++ то же самое. Там сравнение идет через равно-равно. Вот. А если я спрошу, а какой тип у двойки в кавычках, то он мне скажет, что это стр, то есть стр. а теперь смотрите, я хочу считать с клавиатуры что-то. Я делаю это при помощи функции input. Какого типа то, что я считываю с клавиатуры? А если я циферки набирал, то у меня какого-то? Все равно строка. Правильно. Если же я хочу, чтобы он стал у меня числом, то что я должен сделать? Int. x равно int от x. И вот тут вот внимание, другие языки сказали бы, да, какая разница? Ведь и x является строкой, а ты в него int в качестве положить. Ну, из x и плюс плюс он сделал бы неявное преобразование типов и преобразовал бы число в строке, чтобы записать его в x. В данном же случае все происходит по-другому. x указывал на объект 2. Ну, допустим, я ввел здесь, собственно, на двойки. Соответственно, x указывал на двойку типа str. Затем, при помощи функции int от объекта у меня появился объект 2 типа int. И x стал указывать на него, перестал указывать на стран объект, пришел в творче мусора и уничтожил старатель. Понятно? Логика внутренняя. Ее нужно немножко понимать, чтобы вы потом, когда начнется сложности, не... Так, ну что же, перерыв, после перерыва атехнические операции и так далее. Отдыхайте. Давай. Еще тише. Итак, поехали. Целочисленная арифметика или арифметические операции. Итак, операции есть какие? Плюс, минус, умножить и разделить. Так. и разделить. Скажите мне, пожалуйста, что, если у меня целые числа срагиваются, умножаются и вычитаются, какое число получается? А когда делится, какое число получается? Дробное. Ну, по математике дробное. Правда? Было бы логично, чтобы язык программирования действительно результат деления целых чисел делал типа флот, в отличие от этих результатов. Там везде результат инф. Но в то же время существует и количество целочисленных делений. Да? В случае целочисленного деления нам нужно частное и остаток. Так вот, в языке программирования Python естественно, это есть и реализовано следующим образом. А именно 7 разделить на 3 это частное, при этом используется двойной оператор деления. И 7% 3 на самом деле это опять же, это традиционно для многих языков программирования, в частности для C. это операция взятия остатка. То есть, это операция деления и взятия остатка. Но есть некоторые особенности. Как это давно Intel в своих архитектурах заложил операцию, собственно, естественно, там есть деление с остатком. Так вот, divmod в ассемблере архитектуры Intel делает следующим образом. Ну, понятно, что 7 разделит на 3 это что? Ну, 2, да? А 7% 3, все остаток сколько? Это 1. Это понятно. А вот теперь скажите мне, пожалуйста, а если я у минус 7 буду минус 7 делю на цело на 3? Минус 3. Минус 3? Минус 3, говорят опытные люди. Минус 3, действительно. А минус 7 по модулю 3, ну, проценты 3 еще говорят, в смысле, вот, взятие остатка, это она же операция взятия числа по модулю. 2. Вопрос. Ну, Ну, вроде бы, минус 7 поделить на 3 должно быть ну, минус 2 с чем-то, да? Правильно? Минус 2 запитая сколько-то там? Почти 9. Минус 2 и 7 минус 2 и 8 ну, в общем, округляет вроде бы надо к, а, прошу прощения, округляет это отбрасывание, да, не целой части к минус 2 вроде бы надо. А остаток должен был бы быть минус 1. Так? Минус 2 частный остаток минус 1. Но в Питоне следует математической логике, согласно которой остаток всегда принадлежит, да, он принадлежит, ну, давайте я лучше вот здесь напишу, принадлежит пространству от нуля до числа не включительно, до делимого не включительно. и он всегда неотрицателен, остаток неотрицателен. В то же время, конечно, должно выполняться следующее. Ну, давайте я напишу ч и о, хотя о, о плохо с нулем можно перепутать. Давайте а и б. а частная, а б остатка. Так вот, должно, естественно, выполняться, что а умноженное на 3 плюс б, оно должно равняться исходному числу. Это понятно. и поэтому у нас получается, что при делении отрицательных чисел на положительное у нас округление как бы идет в большую сторону, в минусную сторону, да, а остаток все равно положительный. Ясна логика? С точки зрения математики это правильно, но не удивляйтесь, результаты по сравнению с другими языками будут неправильными. Здесь и тот следует математике, а не другим языкам. Вот. Дальше. Что? Есть такая забавная операция, как возведение в степени. 2 в степени 3. Да, и мы получим 8. Вот эта вот операция, она имеет наиболее высокий приоритет. И еще одну особенность. Она выполняется не слева направо, а справа налево. То есть, если я напишу х равно 2 плюс 3 плюс 5, то у нас в начале выполняется вот этот плюс, а потом вот этот плюс. с плюсами это ладно, это не смешно, точнее неинтересно, а вот с умножением и делением, которые имеют одинаковый приоритет. В этом случае важно, когда 2 разделить на 3 умножить на 5. Сейчас не важно, что там нецелые числа получаются, потому что эти операторы для нецелых тоже работают, для флотов. Для флотов они тоже работают. Между прочим, флот означает что? Плавающий точкой. С плавающей точкой число. Оно не бесконечная точность, у него там 15-16 знаков после запятой, по умолчанию в питоне используются числа двойной точности, которые занимают 8 барь. Итак, в этом случае это что такое? Это 2 на 3 между 5 или это 2 разделить на 3 умноженное на 1? Это второй вариант, потому что операция выполняется слева направо. А теперь давайте вот какую ситуацию рассмотрим. x равна 2 в степени 3 в степени 4. Это что такое? варианта 2 это 2 в степени 3 в степени 4 или 2 в степени 3, которая в степени 4. Ну, я вот так в степени поставлю. В этом случае выполняется действительно, ну, можно было и так, и так сделать, да? Но в этом случае чисто математически это 2 в степени 3х4. Да? Ну, и если уж мы записали в степени в степени, то, скорее всего, мы хотели, наверное, более естественный вариант математический. Поэтому эта операция выполняется справа налево. То есть скобки расставляются мысленно отсюда, а остальные вот эти слева направо. При этом возведение в степень для арифметических операций имеет наивысший приоритет. Возводить можно не только в целую степень. И тот поддерживает возведение в степень и значит, я зачеркиваю неправильный вариант. Можно возводить в степень 0.5, можно возводить в отрицательную степень. Ну, в частности, вычисление гипотенузы. Да? Если мне нужно вычислить гипотенузу прямоугольного треугольника, то я что могу сделать? Это а в квадрате плюс b в квадрате в степени прошу прощения, не поместился 0.5 Понятно, да? Удобно. Не нужно лишних функций корень квадратный, конь и кубический и так далее. Пожалуйста, мы пользуемся не целыми степенями и у нас прекрасно все работает. Но еще есть интересная фишка. Если я спрошу, а чему равен 2 в степени 1000? Ну, понятно, что это длиннючее число, в котором, ну, если уж исходить из 2 в степени 1000. Сколько бит у этого числа требуется для хранения? Очевидно, 1000 а не бит, минимум. Потому что там кучу нулей надо написать, да? А 1000 бит это на них какие ворота не лезет. Таких регистров нету, таких типов языки C++ для хранения long, 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 long не поместится. Или, короче говоря, этот результат невозможно записать в целое число. Он точно должен был быть вещественным, с плавающей точкой, точнее. Да? А вот нет. В питоне реализована длинная арифметика. То есть, когда у вас целые числа перестают помещаться в какое-то количество байт, никаких проблем, он сколько угодно, даже если вы попросите 2 в степени 100 тысяч, то правда вам очень придется много читать эти цифры, много букв получится, много цифр. но он выпишет вам точно 2 в степени 10 тысяч. Понятно? Если вы хотите узнать, какая цифра является пятой цифрой с конца или пятой цифрой от начала вот этого числа, никаких проблем, x, ну давайте, x равно str от x, я его сделал строкой, и мне остается срез, срезы вы проходили уже, да? Я надеюсь, что те, кто не доделал абортовную работу на занятии, доделали лидов, срезы пощупали. А и, пожалуйста, я могу теперь у этого x, как у строки, добывать этот print x, а пятый символ у меня на какой позиции находится? На четвертой праймисе, потому что начинает индексировать собственно. А вот пятая цифра слева у числа 20 в степени 10 тысяч. На самом деле это можно сделать вообще в одну строчку, потому что вот это действие можно запихать прямо сюда. x равно str от 2 степени 10 тысяч, а при большом желании вообще и самого x можно не создавать, потому что это дело можно пихнуть прямо вот сюда. То есть однострочник такой написать. То есть на бетоне за одну строчку можно узнать, какая пятая цифра слева у числа 2 в степени 10 тысяч. Вы можете сделать это на языке C++? Нет, это возможно сделать на языке C++ и даже на машине Тюринга. Можно это вычислить, но это нетривиальная задача. Но в качестве вот такого вот поп и антигрэвити, пожалуйста, надо вычислить? Пожалуйста. Длинная арифметика, а она включена в сам язык программирования. Так, двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Арифметику я рассказал, пора рассказывать разные вам операторы действующие. Я хочу начать с... Хотя вы их в принципе немножко должны были увидеть, я все равно вам сейчас расскажу. это for, if, while, classic жанр. Начнем с вами с цикла for. С цикла for. Итак, опять, кстати, я дам вам задачку такой for x in for x in 1, 2, 3, 4, 5, двоеточие принт x. Ну, не знаю, можно x в квадрат возвести здесь так, для порядка. Ну, давайте для начала в принципе посмотрим на особенность цикла for. Цикл for в питоне имеет явный списочный характер. То есть, вы ему тупо перечисляете, что нужно перебирать. Перебери, пожалуйста, 1, потом 2, потом 3, потом 4, потом 5 в качестве значения x. Удобно? Видно? Понятно? А вот так можно 1, 1, 1, 1, 1. Не зациклиться? Не зациклиться. Будет 5 итераций, на каждой из которых x принимает единичку. И даже более того, можно вот так 1, 5, 2, 4, 3. Вы сделайте мне, пожалуйста, вот такое две строки на языке c++ или Pascal. Вам придется создавать массив. Правда, надо сказать, что, конечно, тут все-таки кортеж-то присутствует тайно. То есть, он, хотя и не именованный, но зато он как в воздухе, так как, не знаю, как блин подбросить. Он в воздухе, но объект есть. А самое главное, что ничего лишнего, даже скобок нет. Просто у вас вот раз, x, in, и дальше кортеж, по которому мы пробегаем. И вот порядок, какой напишешь. А с другой стороны есть, конечно, и проблемка. А как я буду писать цикл, когда мне нужно проитерироваться сто раз? Ну, казалось бы, цикл со счетчиком типичная эксплуатация какая? У вас n. n большое сто тысяча. Вам нужно n квитерации сделать. Да? Я что, должен выписывать это дело до ста? Ну, и у меня как-то руки устанут. Да? А еще такая проблема, что это n могли с клавиатуры мне написать. В этом случае вообще не совсем понятно. А как мне вот, я же не могу выписывать это. Мне нужно воспользоваться некоторой функцией, которая генерирует кортеж, ну, или не важно, кортеж, не кортеж, какой-то итерируемый объект. Итерируемый объект, это очень важное понятие в итоге. Вот кортеж является частным случаем итерируемого объекта. Вот функция, которая будет создавать итерируемый объект длины n, в котором n штук объектов. Внимание, такая функция есть. Она называется range. То есть я вместо того, чтобы писать вот это вот все, я напишу здесь range, что в переводе значит диапазон, n, два иточия. for x in range n. А что генерирует этот самый range? Вот бы посмотреть. Ну, я без подробных объяснений могу сказать, что можно увидеть, что он там делает, сделав так, print звездочка range ну, допустим, 10. Давайте я для доски еще меньше напишу, 5. Если вот это сделать, то я увижу 0, 1, 2, 3, 4. 5 чисел, начиная от 0, заканчивая 4. Опять же, так удобно начинать от 0 удобно, потому что 0 является начальным индексом в строках, в списках, в контежах. 0 это начальный индекс. Соответственно, чтобы было 5 штук, то 5 является недостижимым. Она как бы стоп. Понятно? подробности про range будут на этой доске. После того, как я закончу процедуру после. а если вдруг возникла такая ситуация, что я делаю вот эти самые итерации, я беру на каждой итерации, считываю name, который мне вводят с командной строки, с клавиатуры, name равно input, и я должен печатать это имя, но если вдруг это имя вазя, то на вазе надо остановиться. if name равно вазя, в этом случае нужно прервать ход цикла и что-то написать. между прочим, вы кстати увидели сразу, что оператор if пишется вот так. if условия двоеточия. Никакие лишние скобки не нужны. Двоеточие являются концом условного выражения, а дальше следуют действия, они естественно следуют просто с отступом. Это тоже вы уже увидели наверное в работе. А если отступ не поставить, не будет работать. Он скажет неожиданный отступ. Так что в питоне вы обязаны ставить отступ и никуда от этого не денется. Бардака не будет. Как только отступ закончился, значит закончились вложенные в их операторы. Такие вопросы есть? После форта а где это? Ну вот я вернусь, когда после форта жизнь продолжается, это вот здесь. Так, так вот, что я должен сделать, чтобы оттуда выйти? Ну смотрите, что такое форта? Это в каком-то смысле бегать по стадиону. Вот ты прибежал к стадиону и бегаешь по стадиону. n кругов сколько надо на каждом кругу у тебя в переменной x лежит нужное значение из списка. Да? Но можно взять и Васю не распечатывать. Как бы у меня сейчас будет вот здесь. Вот распечатка print name. Или привет. Привет запятая name. почему я написал понятно. Одна на экран, а вторая синтаксическая. Да? Одна в кавычках, а друг один. Итак, а вот Васю я не приветствую, я его игнорирую. Не друг он мне. Что я должен сделать? Я должен как бы перепрыгнуть на следующую итерацию. Но пропустим его. И это делается при помощи continue. это специальное слово, которое перепрыгивает на следующую итерацию. Все, с этой итерацией все понятно, все закончено. Дальше продолжать не надо. Можно сказать как бы так, что все остальное находит, все, что после continue находится в else к этому if. То есть иначе к нему. Так, нам нужно быстрее двигаться. Давайте дальше. Если же вдруг мне хочется встретив Васю прервать цикл и закончить вообще, принт конец, то есть я перестаю с Васей за руку и ухожу больше не с тем и здорово. В этом случае вместо continue я пишу break. Break это значит бряхнуться оттуда и пойти к следующим действиям. Надо заметить, что этот брях он может некоторые действия по выходу с этого стадиона они могут быть пропущены. То есть вот это действие оно уже да, брех он отправит меня сюда. Но есть такая возможность сделать, как называется, выходишь со стадиона и в душ заходишь. А если ты убежал со стадиона экстренно при помощи бреха, то никакого душа ты просто убегаешь. это удивительно, потому что этого нету в других языках, это else к циклу for. Else print это значит что? Я прям так и напишу, Васи не было. Поскольку у меня, если бы встретился Вася, то я бы сделал break отсюда, а если я добежал до конца цикла и ни разу не случился break, то есть я закончил его совершив все n-итерации и даже на n-итерации break не случился, то я вышел нормальным образом и вот эта инструкция выполняется, потому что после стадиона. Ясно? Так, поехали. С циклом while та же история. С циклом while история та же самая, но цикл while работает по принципу пока условия не выполняются. то есть пока name например давайте я n, пока i меньше чем n двоеточие начальное состояние i равно нулю а давайте лучше наоборот или без i пока n больше нуля пока n больше нуля уменьшаем n на единичку я чуть-чуть перепишу повыше пока n больше нуля двоеточие n минус равно 1 и за счет этого что я n начальное уменьшаю потихонечку пока оно больше нуля я еще считываю когда оно станет равно нулю или меньше я уже выхожу из цикла но если вдруг встретился Вася понятно так ну что же значит с циклом for и while я в принципе просто вам нужно подробности проверить есть кто никогда не программировал поднимите руку есть такие вам циклы не знакомы но мы будем применять их для алгоритмов для конкретных потихоньку с ними свыгнетесь вот работа которая будет через раз она будет приучать как раз к циклам будьте внимательны ничего не пропускайте работа которая в этот раз будет у большинства групп сегодня она для лабораторных по физике хороша там именно импорт антигревити случится с вами потому что вас будут учить строить графики при помощи питона так ну что же значит мы с вами двигаемся дальше это функция range которую я обещал а как же нам генерировать правильные арминические прогрессии и так range функция range range это функция а не итерируемый объект она возвращает итерируемый объект как свой результат то есть мы ее один раз вычисляем получаем нечто наподобие списка или кортежа а дальше по нему можем уже бежать вот первое range это генератор арифметических прогрессий классическая функция range n это эквивалент range с двумя параметрами range 0 запятая n а теперь я от функции с двумя параметрами перейду к функции с тремя параметрами а давайте сделаем три параметра первая параметра start второй параметр start третий параметр stop запоминайте start top start прошу прощения start top start start top start то есть начало конец шаг давайте я даже сделаю вот как чтобы можно было это дело просматривать прямо в интерпретаторе питона вот так вот list от range и он вам будет печатать какой список получается в результате потому что если вы просто будете печатать range то он скажет что это range это range и все а так вы увидите сами значения list от range от ну например 0 запятая 10 запятая 2 начинаем от 0 заканчиваем 10 не включая 5 не включается стоп является стопом а не последним значением в альтметической прогрессии первый член альтметической прогрессии равен на 2 итогов я увижу что 0 2 4 6 8 10 не включу ясно а если я напишу 9 5 восьмерка по-брежнему включена 9 являясь стопом он пробует перешагнуть уже дошагнул или дошагнул или перешагнул все и значит это значение не включается а что если вдруг у меня получится лист от range в котором у меня начальное значение больше ну понятно что когда я пишу вряд ли такое а если это переменные сюда вставляют какие-то x запятая y то может такое случиться 5 запятая 0 запятая допустим 1 или 2 неважно то есть невозможно добраться в этом случае от старта к стопу в этом случае ошибки никакой нет но у меня просто пустой список у меня пустой диапазон это нормальная ситуация диапазон может содержать одного значения 2 10 что ни одного но если вы я же видите что пишу тройную вот эту штучку то есть как будто вы находите именно в интерпретаторе питона есть два режима первый это режим интерпретации когда вы просто открыли питон в командной строке бэш написали python3 или idol открыли вот там где три такие штучки и все действия которые вы пишете выполняются мгновенно сразу а второй режим когда программируем когда вы пишете скрипт программу и запускаете ее всю на исполнение понятно вот этот режим он кстати очень полезен для такого тестирования ну вот проверить а что будет если я напишу вот так а что будет если вот так а еще у idol между прочим хотя я люблю пайчарм у idol есть режим как бы дорешивания то есть программа прошла но вы можете все переменные сохранить все именно сохранены вы можете еще кое-что попечатать принтер посмотреть что там поменять перезапустить функцию итак ладно двигаемся дальше да а что будет если мы в степе в степе 0 поставить не пробовал минус 1 можно и кстати это разумно и логично давайте посмотрим что получится 5 0 в этом случае не то же самое давайте 0 5 1 да 0 5 1 и 5 0 1 в этом случае будет 0 1 2 3 4 а в этом случае 5 4 3 2 1 а 0 как стоп не включен понятно если же я хочу сгенерировать вот этот наоборот то мне придется какой рейндж написать 4 4 минус 1 минус 1 а мне нужен минус 1 как стоп в этом смысле со срезами есть некоторая проблема а как мне добиться чтобы у среза потому что там же минус 1 это корректный символ с конца в этом случае у среза там логика та что у функции рейндж между прочим так получилось что у нас работа в которой срезы участвуют она до того как вы узнали про функцию рейндж и срезы обладают вот этой одинаковой абсолютно логикой за исключением того что в срезах отрицательные значения являются допустимыми индексами только с конца строки из-за этого там возникает некоторая маленькая проблема но они решаются за счет того что стоп там можно просто не указывать то есть у строки можно сказать срез там 4 двоеточие пропускаем минус 1 то есть как бы от края до края ну или вообще можно вот так вот не пишем не пишем то есть от края до края с шагом минус 1 понятно да но сейчас не про срезы забыли пока про срезы итак следующее условный оператор if и подробности условный оператор выглядит очень просто и давайте в каком-нибудь задачку сразу напишем в прочем ну например у нас есть x и y так два числа которые обозначают какую-то точку на плоскость и мне нужно сказать в какой четверть она лежит в первой второй третьей или четвертой ну допустим мы включим ситуацию что она может решать на осях или в центре картина просто вот там 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 или так других вариантов сейчас нет что я спрошу ну давайте так для начала разграничим сверху или снизу это сепсис если y больше нуля в этом случае но в этом случае еще не все понятно я себе как бы все множество все пространство возможных вариантов я как бы а его оттек просек на две части так разбираемся в той ситуации когда y больше нуля в этом случае у нас что нужно спросить если у нас x больше нуля ну нолик я буду зачеркивать чтобы скупой о не путать это такая традиция if x больше нуля в этом случае я напечатаю принт первая четвертая я не буду здесь писать if x меньше нуля во-первых потому что это неправильно потому что не исключена такая ситуация что у меня и x одновременно больше нуля и меньше нуля в принципе такая ситуация что у меня объект подходит и под одно условие и под другое условие она возможна а мне надо сделать четкое разделение или или в этом случае я пишу оператор продолжение оператора if которое называется else иначе это является меткой исполнения или короче говоря блок схема это рисуется так пришло исполнение сюда к этому if дальше в зависимости от того что у нас x больше нуля или нет у меня либо идет по ветке да и выполняются определенные действия либо по ветке нет то есть else и выполняются другие действия и потом исполнение продолжается неминуемо то есть к моменту когда else вложенное сюда закончится и будет напечатана двоечка так то продолжится вот эти вот действия которые тут написаны ну правда сейчас у меня тут как раз действий не будет потому что в принципе сама вот эта ветка прямая внешнего оператора if она закончилась и мне надо продолжать уже альтернативную ветку к вот этому if и я напишу вот здесь вот второй else какой else к какому if относится в питоне ответить очень легко к тому который на его уровне написан то есть если у этого ифа нет ветки нет ну то есть она пустая да тут действия нет то я этот else могу отсюда стереть так просто убрать а этот else как раз оставим это означает что я в случае если y больше нуля а x не больше нуля я ничего не печатаю так если у меня там так ладно давайте пропишем полностью вложу в этих else а здесь в else я тоже продолжаю да кстати что значит вот этот else он автоматически означает что y не больше нуля то есть я могу в принципе здесь написать но некоторые школьники прям так пытаются написать else y меньше либо равно нуля ну понятно глупо да в else никаких условий не пишется но тем не менее этот эти действия могут занимать довольно много места и я понимаю желание этого школьника как-то озвучить факт того что здесь мы уверены в том что y у нас не положительный правда можно понять его желание зафиксировать этот факт этот факт который является если уж мы сюда попали значит точно y не больше нуля но записывать это не надо является призраком такой термин go когда у вас в программе к какому-то моменту выполнения точно выполняется некоторое условие некоторое утверждение вы в нем уверены абсолютно по факту выполнения если вы достигли этой точки но исходя из видимого контекста этой точки это непонятно в этом случае как раз и требуются так называемые комментарии то есть в этом случае язык не требует ничего писать но напишите если хотите если вы видите что это реально призрак то есть вот эта штука она разрослась и у вас на один экран что-то не помещается а вы не видите глазами а что значит этот else то напишите в комментарии решетка икс уменьшили в равную нулю хотя в принципе писать не требуется поэтому я сотру обратно else двоеточие иначе а здесь собственно напишу то что вложено в это иначе это if x больше нуля это значит четвертая а иначе принт прошу прощай потому что я пишу двоеточие принт 4 а иначе else двоеточие принт 3 да понятно логика то есть я сделал в качестве веток глобального y больше нуля вот этого я сделал здесь вложенные операторы и каждый из них реализует то или иное действие так и у меня получается что выполняется одно из четырех действий и только так я действительно увижу либо 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 4 а теперь давайте разберем еще задач вернемся допустим вот сюда простая задачка с условным оператором мне требуется разделить числовую прямую на 5 различных отрезков и детектировать к какому из отрезков принадлежит число это числа отрицательные это числа от нуля до точнее не положительные от минус бесконечности до нуля от нуля до единицы я сейчас неравномерно буду так эти 4 чтобы там короче писать от единицы до 10 и от 10 до бесконечности понятно в этом случае мне надо писать букву а в этом b в этом c в этом d все три ребята как это решают школьники они пишут так если x меньше либо равно нуля принт а если x больше нуля и m x меньше либо равно 1 принт b и так далее то есть еще раз говорю здесь у нас if не разетан может случиться такая ситуация что у нас x подойдет и в одну и в другую и в третью как это решать правильно первое не надо писать второй if прямо под d в данном случае это из ситуации либо-либо мне нужно написать иначе в этом случае я реально отсекаю вот это вот x меньше нуля и он уже обработан там уже а вся эта область возможных ситуаций уже отсечена я рассматриваю только else в рамках этого else я спрашиваю если у меня x меньше либо равно 1 почему я только это спрашиваю да потому что x точно уже не меньше нуля больше нуля поэтому мне про это спрашивать не надо правда я сейчас не буду я обычно выписываю поглубже но можно себе представить что потом else будет тут а if вот тут следующий else будет вот тут а if вот тут если мне потребуется не 4 а 5 6 7 то у меня будет что программа уползать вправо и трудно восприниматься поэтому в питоне существует возможность написать так называемую элиф конструкцию элиф это то же что else их иначе если x меньше либо равно 1 б да элиф x меньше либо равно 10 двойточек 3 c и последний уже там просто else то есть это все остальные случаи благодаря этой удобной конструкции в питоне отсутствует switch кейс конструкция которую кто-то знает из сейф возможно если вам нужно разбирать либо-либо-либо-либо то вот это решается примитивным достаточно на этом все мы закрыли материал этой лекции спасибо вам большое за внимание до встречи в следующем видео если есть вопросы можно задать до встречи до встречи